Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас паста с сердечками. Я обожаю куриные сердечки. Это просто мое самое любимое. Здесь у нас паста со сливками. Она прям горячая. Вкуснотища. Будем сейчас кушать. Также у нас здесь напиток. Я ужасно голодная. Сегодня у нас это спрайт. Открываем. У нас резко стало жарко. Я думаю, может быть, в эту комнату тоже купить кондиционер. Либо мы с вами вынуждены переехать в гостиную. Вообще, кондиционер это не тема. Вот когда у тебя в квартире вот эта сплит-система, где ты можешь контролировать температуру во всех комнатах, вот это круто. Либо поставить везде кондиционеры. Мама предлагала изначально взять один большой кондиционер на 100 квадрат и поставить его, и все, не заморачиваться. У меня на работе стоял раньше один такой большой кондиционер и большое помещение, где мы все сидели. И, в общем, так получалось, что кто-то мерз, потому что сидит рядом с кондиционером, а кто-то наоборот, кому-то жарко. Мама предлагала в прихожей поставить. Ну, в прихожей температура была бы, наверное, 17, а у меня здесь в комнате 25. У нас вообще такая квартира, то есть проект у нас удлиненный и сложно немножко даже, например, с Wi-Fi. В некоторых комнатах хорошо ловит, в каких-то вообще не очень. Я просто настолько голодная. Ну, я когда позвонила, мне сказали, что можно поставить еще один модем и будет все офигенно. Но мне сказали, что мы это сделать не можем. Мы сами должны купить этот модем, найти и так далее. В общем, заморочек было много, поэтому я решила это не делать. В этой комнате, в которой я вам снимаю, снимала ли я для вас хаус-тур? Показывала ли я вам нашу квартиру? Мне проект нашей квартиры абсолютно не нравится. Причем, когда мы покупали, мне она нравилась, но... Сейчас бы я выбрала другой. Мне, например, очень нравится, когда гостиная и кухня совмещены. Большая комната. И это все вместе. Хотя мама говорит, это, наверное, ужасно и неудобно, когда ты, например, готовишь, не знаю, рыбу. У тебя, получается, весь зал тоже провоняет рыбой. Вообще, у меня есть свои минусы, плюсы. Но мне не нравится наш длинный коридор. У нас длинный коридор. И туда ушло столько квадрат. А комнаты, например, маленькие. Моя розовая комната тоже очень маленькая. То есть квадраты распределены не очень. При покупке квартиры вообще надо обращать внимание на абсолютно все. В моей квартире мне проект больше нравится. Но у меня тоже там есть коридор. Но я изначально свою квартиру я покупала, чтобы ее сдавать. То есть я не планировала там жить. Я ее сдаю уже много месяцев. Какая вкусная паста. Я прям не могу. Обычно ее готовят с беконом. Я готовила с колбаской. С колбаской тоже очень вкусно. Но сегодня с сердечками это просто нечто. У нас почему-то очень мало домов с центральным отоплением. Вообще очень мало. А это удобно. Вообще при выборе квартиры, так же как и при выборе, не знаю, мужчины, нету идеальной. Когда я выбирала свою квартиру, даже дело было не в цене. Была квартира, которая мне нравится. Нравятся виды из окна. Но она находилась далеко от метро. Для меня самое главное было место расположения. Моя квартира в трех минутах находится от метро. Очень близко. Вообще сейчас у нас квартиры подорожали. Вообще все дорожает. Только зарплаты не дорожают. В элитных зданиях вообще дорого. У нас однокрупник жил в здании, где реально были такие коммунальные услуги, что просто это в шоке. У нас, конечно, недорого. Вообще я чем больше живу в квартире, тем больше задумываюсь о частном доме. Возможно, не сейчас. Возможно, когда-нибудь, но надо построить свой дом. Прям по своему проекту, как ты хочешь. Конечно, это морока, это головная боль. Но готовый дом я бы не хотела. Я бы хотела прям, как я хочу. Там гардеробная. По своему дизайну все сделать. Конечно, можно обратиться в строительную компанию, которая все здесь делает. Ну, как-то я скептически ко всему этому отношусь. В том плане, что непонятно, как они построят, как долго это будет служить, как это будет выглядеть. Потом ругаюсь и с ними ходим. У нас сегодня почти зеленый мукбанк. Так, вернемся к вопросам. Есть вопрос. Алька, привет! Очень аппетитные мукбанки у тебя. У меня к тебе вопрос. Смогла бы ли ты прожить неделю без интернета? Я вам как раз хочу рассказать ситуацию. Четыре года назад, по-моему, приехал брат. Мой родной брат. И он мне такой говорит. Дай свой телефон. Ну, думаю, что что-то надо посмотреть. Взял у меня телефон. И спрятал его. Выключил и спрятал. Я говорю, в смысле? Ты что делаешь? В то время у меня не было канала. Я у него начинаю просить. Отдай, пожалуйста, мой телефон. Он говорит, нет. Мы с тобой устроим челлендж неделю без интернета. Оказывается, он спрятал ноутбук, телефон. Короче, все. И говорит, живи без интернета. Сначала я по-хорошему начала просить. У него у нас еще дома гости были. Мама постоянно говорила, не позорьте меня, не позорьте меня. Хватит ругаться за телефоном. Короче, я считаю себя очень спокойным человеком, уравновешенным. Но я просто себя вела абсолютно неадекватно. Я была похожа просто на зависимого человека, на наркомана. Который требует свою дозу. Вот моему брату иногда нечем заняться. И вот он хочет поприкалываться. И он мне такой говорит, неделю будешь без интернета. Я говорю, в смысле? Как неделю? Под вечер меня прям он выбесил. Я начала с ним ругаться. Начала орать на него. Он не открывает дверь. И мама говорит, ну не открывай дверь, ничего поделаешь. Просто прими этот челлендж и живи без телефона неделю. Я говорю, в смысле? Как будто джинн в меня вселился. Я начала вовсю пытаться выбить дверь в мою комнату. А его как будто это забавляло. Я начала орать. И мама, конечно же, поддержала брата. Прикиньте. Она говорит, ну ничего, пару дней без телефона побудешь. Он потом тебя отдаст. Я говорю, в смысле? Я сейчас как буду спать, если без ютубчика? У меня есть блогер, который я себя включаю. И после этого я ложусь спать. Под ее голос. Не знаю, вот мне спится, когда она что-то там базарит. В общем. И в общем мы начали ругаться. Я чуть не выбила дверь. Орать друг на друга. В общем он тоже такой принципиальный. Ты видишь, что разгорается скандал. Зачем продолжать? И мама начала кричать, что зачем при гостях устраивать этот концерт. Я была удивлена, что я не могу просто смириться и пойти спать. Ну не могу. Я смело заявляю, что я зависима от интернета. Я работала в Асан Хедмайт. Когда еще в универе училась. Ну как волонтер. Нам все равно платили. В общем. Нам нельзя было пользоваться телефонами. Как только я выходила с работы. Я как ненормально обрала телефон. Быстро-быстро проверить все соцсети. То есть у меня реально зависимость. Вот я не могу. Мне скучно жить, если у меня нет интернета. Как-то бессмысленно все кажется. Все такое неинтересное. Любая зависимость это плохо. Вот например зависимость в еде. Я могу себя отказать и не кушать. Я сидела на диетах. Я похудела на 13 килограмм в свое время. То есть я могу не есть. И при этом абсолютно нормально себя чувствовать. Но сегодня было очень вкусно. Я прям обожралась этой пастой. А, кстати, я недорассказала историю. В общем, брат мне так и не отдал телефон. Прошло два дня. Я пошла к брату, к двоюродному. Взяла у него планшет. Начала там сидеть. Короче, потом мне он отдал. Короче, мы с братом вечно ругались, когда жили вместе. На этом все. Спасибо, что досмотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.